друзья всем привет весна в полном разгаре и я хочу показать вам как себя чувствует моя рассада цветов здесь различные сорта сейчас я вам все подробно расскажу начну пожалуй с лобелии я ее уже обстригла и высадила в кашпо в которых они будут у меня расти на участке также у меня имеется здесь флокс красный я его посадила луковицы очень хотела красный цвет и вот немножечко его уже обстригла потому что он начал тянуться так что еще у меня растет это мальва красная высадила ее буду высаживать вдоль забора это турецкие семена кроме этого конечно же у меня целый отряд петуний посмотрите вот здесь вот такая вот это сурфиния лилово-желтая ампельная вот так вот я ее формирую конечно же поскольку хочу получить пышный кустик здесь также вот сурфиния лилово-желтая все что выходит за рамки горшка я обстригаю так кроме петуни у меня здесь также растет и вероника колосистая вот видите 27 января я ее высаживала и сейчас она вот так вот прилично наросла это многолетний цветок также группой как вот есть высажу так посмотрим на эту петуния это красная ампельная вот посмотрите также они у меня сидят уже в больших горшках по 2 по 3 литра поэтому чувствует себя прекрасно подкармливая их периодически так что все все в порядке хорошо накуститься вот хотя иногда красные петунии ведут себя капризно но все в порядке так вот еще мини туния сильнее также ампельная вот здесь уже нужно подстричь его уже начал за горшок выходить также посмотрите какой огромный горшочек это сербские семена у меня петунии так и вот красная петуния махнувая также не формирую она растет медленнее чем обычные каскадные но тоже растет так здесь у меня сидят гвоздики турецкие два вида вот я выращиваю для того чтобы на следующий год рассадить и она будет цвести гвоздика цветет на второй год так ну и лобелия тоже вот здесь также у меня по моему синяя и красная в центр лобелии посадила обрезала петунии красную петунию тоже вот она приросла потом подумаю оставить ее и либо убрать вот таким вот образом это первая полочка с цветами продолжаем обзор моих растений это вот второй ярус моей полки вот здесь был первый ярус здесь 2 здесь также у меня растут петуньи много петунии в этом году это вот белая ампельная здесь просто гигантский горшок также она очень хорошо нарастает не успеваю ее встреч здесь вот я рассаживала черенки синий ампельной петунии мини-тунии да тоже они хорошо пошли в рост и лилово-желтый тоже черенки здесь вот еще одна белая петуния также уже набросала здесь можно скоро ее стричь и еще одна сурфиния словом растут петунии хорошо в этом году прекрасно я довольна и вот единственная вот этот вот саженец красный ампельная она как-то вот странно растет но вот здесь я ее начала формировать и она прилично дала начала давать побеги и вот еще одна красная махровая кстати говоря тоже можно ее уже обстригать и здесь у меня фиолетовый флокс также я его прищипнула и он пошел дальше в рост ярко фиолетовый хороший флокс ну и единственный томат который вам показывал ребенок у меня ел бросил осенью еще в горшок цветочный вот он как вымахал растет тут неопознанный сорт что ж идем дальше к следующему окну здесь у меня также растут различные цветочки сейчас все подробно вам расскажу и покажу здесь я посадила гипсофилу это черенком я покупала такой корешок видите длинный вот он уже проснулся плюс подсеяла семенами но не знаю что из этого выйдет все надежды возлагаю лишь на черенок на этот также здесь у меня растет розовая петунья вот такая вот обычная каскадная также ее формирую хорошо растет в этом горшочке я посадила немофилу хочу ее подсеять после цветения первоцветов она будет также расти ковром и вот такой вот желтый алису золотая волна вот такой вот так же вот он у меня взошел кроме того конечно же я посадила свою любимую рудбекию этого трубе к капучино вот так она уже хорошо наросла и рудбекия махровая как видите всего лишь один саженец возлагая на него огромные надежды из всей пачки ничего не взошло так также есть у меня еще вот здесь рудбекия белая и рудбекия редкой расцветки не знаю как ее назвать но получилась расцветка необычную покажу вам потом когда она будет свести здесь я посадила гамфрену вот с 20 февраля она у меня растет очень нравится этот цветок и выращиваю его каждый год здесь я посадила красные тысячелистник очень давно хотела его вырастить вот это многолетнее растение невысокого роста и вот вы посмотрите уже начал давать такие вот его характерные резные листики вот так же буду его крупами высаживать здесь также у меня растет рубекия янтарь такая темная коричневая красивая это вот мальва еще одна красная и вот здесь я посадила аубрецию вот она многолетняя ну как-то она взошла ни шапка ни валка но все же надеюсь что то из нее получится так еще одна горшочка еще один с цветком это матиола махровая достаточно много ему вышло растет он неплохо мы посмотрим как будет цвести так но здесь просто мои такие текущие цветочки здесь вот у меня цветет красиво орхидея желтеньким 10 у меня королевская пеларгония также еще не зацвела ну и соответственно мои декабристы вот они еще никак не могут остановиться цветут и цветут вот это то что касается рассады на другом окне забыла сказать вам про львиный зев вот это турецкие семена вначале росли очень очень мелкими долго долго росли но вот сейчас заметно они окрепли и такую даже розовый стебелек видите становится у него так мы здесь конечно же давно мечтала вырастить я канну красная канна купила луковицу и вот она у меня вышла конечно буду его эту луковицу заносить я на зиму домой но тем не менее надеюсь что будет очень классно она цвести здесь если вы хотите спросить что это за краснолистный куст не могу вам сказать что это за сорт потому что привезла черенки из турции там он рос таким кустом и его стригли вот никак не могла найти в интернете название возможно сейчас получится мне по картинке найти но вот пока не могу сказать но это еще не вся у меня рассада цветов идем дальше здесь вот у меня растут бархатцы я посадила тонколистные первый раз в этом году вот такие необычные растут такой такая резная листва тоненькая но неплохо он зашел кое-где я конечно есть запады но тем не менее нормально здесь вот низкорослые тоже бархатцы шары желтые и оранжевые надеюсь что они зацветут у меня пораньше здесь вы видите черенок от фуксии я отсадила к сожалению меня на даче у нас отключали отопление в самый мороз и замерзла моя фуксия ну вот нашла черенок а здесь у меня растет лен однолетний красный хочу попробовать сделать композиции из голубого и красного льна посмотреть видела на клумбах такие композиции они просто выглядели чудесно как облака цветов далее здесь у меня еще растут черенки бегоний я уже показывала в шорт коротком ролике как я выращиваю их вот здесь вот на пакетике корни и потом пересаживаю здесь у меня также сидят на черенки и резины и флокс еще не обрезала решила попробовать укоренить вот они уже у меня все прекрасного прижились и вот даже закладываются . белый розовый видите так что все в порядке здесь у меня сидит цветок который я очень долго пыталась вырастить черенок этого цветка добывала не раз но никогда он не приживался и вот с этого раза наверно с 5 он у меня прижился его дает листочки это стрептокарпус цветет очень красиво покажу картинку потом приложу здесь у меня бегония клубнивая вот тоже прижился черенок это вот мальва красная пиларгонии красные также два черенка и еще два черенка питун вот они у меня действия сидят в этой плошке у меня сидит не делала первый год также ее сажаю хочу посмотреть получится или нет то что заявлено на картинке красная синяя белая и зеленая зеленая отличается от других такие листики а эти какие тонко листные ну посмотрим так здесь вот черенки и резины вот давайте какой-нибудь достанем посмотрим есть там корни уже или нет корней ой видите вон корни вижу внизу большие волосы надо уже рассаживать так что способ очень рабочий такой вот контейнер из-под грибов или чего-то берете наливаете под край воду пакетик сверху и в дырочке все черенки сидят не падают не гниют и хорошо растут здесь у меня целый лес и резины это вот черенки у меня также сидят готовые и еще из этой теплички хочу показать вам мина лабата также это вот у меня 12 марта был посев это ли она вьющаяся очень красиво цветет второй год пытаясь вырастить в том году не успела она у меня зацвести было холодно в этом году я и высажу только после угрозы когда не будет заморозков очень красивая резна листва посмотрите какая вот такие вот лазающие еще из вьюнов я посадила азарину лазающую пока она не взошла вот сидит 15 марта и тишина не знаю с чем это связано и вот горошек многолетний вьюн вот начал сходить так это что касается вот на эти плечки которая стоит рядом с перчиками перцы также тоже все растут ну и пожалуй заключительная у меня тепличка с цветами с рассадой это вот помидорная тепличка как видите там позади мои помидорки растут подрастают здесь я посадила васильки василек синий и василек красный вот у меня вот таким образом разделяю ставлю ватные палочки заборчик такой хочу высадить также большими полянками чтобы было красиво здесь я посадила лен лиловый многолетний также неплохо вышел хочется мне развести или он очень нравится видела говорю еще раз повторяю в красивом в дизайне ландшафтном лен очень понравился хочется воссоздать это здесь у меня сидят маточники бегонии вот из них я делала черенки тут я не удержалась и прикупила ирис сибирский вот такой вот красавец вот он пророс все его пытаюсь развести но съедает каждый год крот в этом году буду его высаживать в корзинку но и здесь вот в таких вот двух огроменных четырех литровых емкостях это вот из-под бутылки сидит синеголовник вот он тоже его много хочу рассадить его на этом в этой тепличке мы закончим и на этом цветы мои все я показала вам все растет неплохо хорошо раз в две недели я их поливаю фертика люкс для цветов и все прекрасно растет уже вот посмотрите как колосится так что думаю что высаживать буду уже в приличном цветущем виде 100 сок игра по циркону ни зону ни зону ни зону ни зону